Ну что, друзья, у нас новая рубрика «Один на одного», и сегодня у нас борются друг с другом Дмитрий Баринов и Рефат Джимальдинов. Кто из друзей знает друг друга лучше, кто из друзей любит друг друга лучше, ну а проигравший потом будет уже решать, как ему там извиняться и заглаживать свою вину. Итак, Дим, ты готов? Значит, сдаю тебе вопрос о Рефате, и ты быстренько отвечаешь. Давай, я попробую справиться. Окей, ладно. Итак, как зовут сестру Рефата? Алина. Я не знаю, честно сказать. Я знаю, как мама его зовут, но сестру не спрашивал даже. Любимая игра на приставке Компе? Коунтар Страйк. А у Барли, я думаю, ну, Энхейл он любит. Любит Кэл-Ов-Дюти. Самый крутой гол за Лока Рефата? Ростову. По сбору за Локомотивом, это ударная позиция Шамаледдинов! Фантастический мяч Рефата Шамаледдинова! По красоте, это на сборах Ростова он добил через себя. Лысов, 84-й, Рефат Жамаледдинов под номером 96, 1-0. 1-0. Пока я все это перечислял, тут прилетел привет от Дмитрия Баринова. А если сыграть самый важный, то, наверное, Уралу в кубке, в финале кубки. Подача Мануфа, Фернандеша, и это гол, который не отменят. Это Дмитрий Баринов! 1-0. Локомотив. Размер ноги Рефата? 43. 42. Самая популярная вещь в его гардеробе? Кроссовки какие-нибудь? Ну, наверное, у него кроссовки, Макуин, ну, Александр Макуин. Он все время на них на базу приезжает. Я ему говорю, поменяется? Какой самый добрый поступок, который когда-либо делал Рефат? Ну, у него, наверное, их много. Самый добрый какой? Да. Не знаю. Для тебя он что делал самое доброе? Успокаивал. Ну, вот он недавно помог в больнице. Купил всякие маски и там препараты. Я знаю. Вот. Я думаю, это. Чемпионат, в котором Рефат мечтает играть? Испания. Англия. Сто процентов. И команда Ливерпуль. Что Рефат первое подумал о тебе? Дерзкий, борзый. Все. Ну, в целом негатива было больше, да? Что первое подумал Дима, когда с тобой познакомился? Что за крутой чувак? Так, окей, а ты? Я надеюсь, так он подумал. Какая его отличительная черта, отличительное качество, за которое ты его любишь сейчас? Скромность, порядочность и доброта. Он добрый, искренний. Не любит, когда ему врут. Если все делаешь так, то и он относится также к тебе. Назови самый большой фейл Рефата Жамаледдинова. Не знаю, я честно. Прямо у него все так хорошо, чисто, красиво во всем. Да я не знаю. Видишь, как карантин разрушает людей? А-а-а. Это мы были на отдыхе. И у нас был бассейн. И там были такие вот перегородки стеклянные. И он что-то хотел прыгнуть туда и задел случайно ногой стекло. Ну вот эту самую перегородку. И просто разбил ее. И он прям вместе со стеклом туда нырнул в этот бассейн. Слава богу, он вообще не порезался ничего. Ну блин, это было очень смешно и страшно как-то одновременно. Но мы смеялись. Кумир Рефата Жамаледдинова. Думаю, что либо Мбаппе, либо Криштиан Роналдо. Ну я думаю, может быть Хендерсон из этого. Из Ливерпуля. Им очень нравится. Как ты записан у него в списке контактов? Бара-брат. Ну насколько я знаю, Рефат-брат. Потому что он же переименовал меня как-то. Но это ли не чудо? По нашим правилам, проигравший выбирает любой предмет. Оставляет на этом предмете свой автограф. И после карантина мы этот предмет подарим болельщику. Но не просто болельщику, а болельщику, который правильно ответит на один вопрос. Какие были мои первые бутсы, когда я только начинал футбол играть? Болельщиков у нас много. Я думаю, кто-то да угадает. Это была рубрика 1 плюс 1. Смотрите ЛОКО ТВ на карантине в первую очередь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин